Сегодняшнее выступление Владимира Путина явно удивило даже государственные средства массовой информации, которые еще накануне с энтузиазмом освещали подготовку к референдуму. Очевидно, предварительного сигнала о решении президента никто не получал. К чему бы это? Задаем мы вопрос нашему политическому обозревателю Марии Гордон. Мария, здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, Лиза. Президент России обратился с призывом перенести Донбасский референдум на более поздний срок с целью создать необходимые условия для диалога с властями в Киеве. На Донбассе обещали подумать. Вряд ли это какая-то уловка с целью отвлечь внимание от предстоящей операции по захвату юго-восточной Украины российскими войсками. Все рычаги управления мятежным регионом по-прежнему находятся в руках одного и того же человека. И он с какой-то целью решил изменить риторику. Он пошел еще дальше и заявил, что выборы в Киеве, назначенные на 25 мая, это движение в правильном направлении. Ранее, напомним, Кремль не собирался их признавать. Переговоры между представителем сепаратистов и Москвой, предположительно перехваченные Киевом, в том случае, если они подлинные, говорят о крайней неуверенности так называемых сторонников федерализации в своих силах. «Если Россия не войдет, нам крышка», заявил, обильно используя ненормативную лексику, предполагаемый представитель незарегистрированной организации «Православный Донбасс». Собеседник из Москвы предлагает ему, цитата, «нарисовать результаты Донецкого референдума», ссылаясь на отсутствие каких-либо наблюдателей. «Когда же президент наш хитромудрый, наконец, на что-то решится?» – сетуют оба. Получается, что президент в результате решил бросить своих марионеток. Цинично, но очень возможно. Расценивать сегодняшнее выступление можно по-разному. Помните, еще недавно Владимир Путин тоже говорил, что Крым брать не собирается. Тем не менее, это случилось. Впрочем, сделан очень важный политический ход. Начался этап новых торгов о судьбе Украины с западными странами. Москва и Запад могли выработать совместную дорожную карту в результате сегодняшних переговоров Владимира Путина с представителем ОБСЕ. Кстати, Путин сказал, что российские войска отведены от украинских границ, добавив, что из космоса все видно. Пока эксперты НАТО никаких изменений в дислокации российских войск не заметили. Но Москва явно оставляет себе место для политического маневра. Мы не располагаем какими-либо данными относительно смены позиций вооруженных сил России, которые находятся поблизости от украинской границы. Россия должна выполнять свои международные обязательства и перестать поддерживать сепаратистов, а также отвести свои войска от границ Украины. Может быть, на сегодняшней встрече обсуждался вопрос о федерализации, на котором Россия активно настаивает, а киевские власти активно отвергают. В любом случае у Кремля появился шанс выступить в качестве миротворца и потушить гражданскую войну на Украине, этим одержав победу в глазах своего народа и при этом не испортить отношения с Западом окончательно. А истинные причины легко понять. Юго-восток Украины, который уже готов превратиться в так называемую Новороссию, будет очень тяжело прокормить, учитывая положение российской экономики в данный момент. Санкции, подготовленные против целых секторов российской экономики, тоже никому не нужны. Может быть, это обстоятельство играет более важную роль, чем кажется на первый взгляд. Лиза. Спасибо, Мария. Это была политический обозреватель Артемия Мария Гордон.